Очередной прорыв, господа, фиксируем. В России ожидаются массовые увольнения. В 2020 году каждая десятая компания планирует сократить численность штатов, и это не шутка сейчас. К таким неутешительным результатам в своем исследовании пришли специалисты портала HeadHunter, крупнейшей в стране интернет-площадки по подбору персонала и вакансиям. Это там не какой-то Росстат, так что поверить придется. А вы говорили, ну куда ж еще хуже-то? Думали, что вот это дно, но снизу снова постучали. Хотя меня-то больше порадовало, как на данную новость чинуши из Минэкономразвития отреагировали, а вместе с ними пропагандисты, которые ну такого набрехали. Вот процитировать хочу выдержку из издания газеты. Держитесь за что-нибудь сейчас. В целом прогнозы хорошие. Во-первых, показатель запланированных увольнений уменьшился по сравнению с прошлым годом на 12%. Во-вторых, 62% компаний хотят увеличить численность персонала. Это вообще как? Если перефразировать написанное, не огорчайтесь, друзья, с голоду сдохнут не все, кое-кого спасем. А вот это вот во-вторых, я вообще чуть не разрыдался, 62% компаний штаты хотят увеличить. Так вы определитесь там уже с вектором враньята. Если топорно проанализировать все сказанное, получается, что только 10% предприятий планируют увольнять лишних сотрудников, но 62% персонал набирают, значит, и опасности никакой нет. А, я все понял. 10% это, видимо, заводы, фабрики, крупные структуры, а 62% это вы ларьки посчитали? То есть первые пару миллионов человек на улицу выкинут, зато вторые 500% россиянцев трудоустроят. Хотя нет, в сухих цифрах как-то неубедительно, да, вся эта история выглядит. Где миллионы, а где единицы? А вот если в проценты он ее перевести, совсем другой клинкор. 62,10. Копперфильды, блин. Начинаем. А глава Минфина Силуанов рассказал тут на Медне всем нам о том, что Россия готова к резкому падению цены на нефть, в случае чего сдюжим мы выстоим, даже если стоимость углеводородов до 20 долларов за баррель грохнется. Сегодня 58, черное золото. Стоит, чтобы вы понимали, у нас, сказал Силуанов, есть какие-то там скрытые ресурсы, которые позволят оставаться на плаву 3 года, даже не используя накоплений. Ну уж, а если совсем все плохо будет, заначка имеется, года на три ее еще хватит. Все в этом смысле понятно, предсказуемо. То есть деньги есть. Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть. Это, кстати, Медведев в 16-м году сказал, деньги есть, а потом был 17-й, когда число работающих россиян, живущих за чертой бедности, выросло до 20 миллионов человек. Затем 18-й, когда, прошу отнестись к этому с пониманием, верно, когда нас с вами ограбили на пенсии, потому что, оказалось, деньги-то есть. Но не про нашу честь. Сейчас вот 19-й, чуть выше уже похвастался. В обозримом будущем нас ожидает новый рывок в виде скачка численности безработных. Ну да, мы отвлеклись от темы. Я же начал о готовности к резкому падению цены на нефть и о каких-то там скрытых ресурсах по Силуанову. Так вот. А что же это за скрытые ресурсы такие, не знаете, а я вам расскажу это мы с вами. Так что, если упадет стоимость барреля, ох, и стричь нас начнут. Ну надо же каким-то образом соломки подстелить под извечные заявления. Обещаю переобещать обещанные обещания. Да я пройти по указу нашего главного. А там на самом деле все просто. Дядя Вова пообещал, надо хотя бы сделать видимость, будь то бы какие-то пункты исполняются, а на это правильно. Нужны фантики. А если вдруг ЧП? Дыра в бюджете. Ну вот упала нефть и все. Думаете, олигархи раскошелятся? Сейчас. Эти вообще на проблемы негров плевать хотели. Все, что их интересует. Собственный карман, да счета в ненавистных пиндосиях и гейропах прям разбежались. Они спасать экономику чужой страны. И кому из этих людей оно надо? Гражданину Финляндии Тимченко? Или гражданину Израиля Абрамовичу? А может быть гражданину Республики Кипр Дерипаски? Или вы надеетесь на то, что пропагандисты Соловьев и Андреева откажутся от своих многомиллионных зарплат в пользу строительства какого-нибудь завода где-нибудь под Оренбургом? А спикер Софеда Валентина Матвиенко попросит своего сынулю-миллиардера пожертвовать половину доходов от бизнеса на социальные нужды жителей родного Санкт-Петербурга? Ага, и легенд прокурор Чайка сыновьям скажет, ребят, давайте российской глубинке, что ли, помогите. Держите карман шире. На встрече с миллиардерами ВРСПП, которые, собственно, и лоббируют их интересы в России, первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов узнал много нового о себе, о своей инициативе, а также о том, что думают олигархи, про наши законы, суды и специальные службы. После этого разговора господин Силуанов решил, что реформу, которая заставит офшорных толстосумов платить налоги в нашей стране, лучше отложить до лучших дней. Это цитата была. Короче, ребята, как только грянет гром, готовьтесь к неприятностям. Помните, в советском фильме «Свадьба в Малиновке» старика все время показывали, он так шапку снимал в кадре и произносил одну единственную фразу «Опять грабить будут?» «Будут, господа, будут!» «Какие бы сказки нам не рассказывали сегодня Силуанов или патриоты из телевизора вроде «Подданного Ее Величества Брилева» Никогда такого не делал, но вот сейчас сделаю. Призываю помолиться, чтобы нефть пока держалась. Это реальная журналистика, из полей больше не доносится печаль. Полей не осталось. Поехали! А в этой части программы хочу вам одну историю рассказать, которая зацепила лично меня. Отойти от привычного формата и поведать действительно хорошую, добрую, душевную историю. Ну, не совсем, может быть, хорошую и добрую, но с хэппи-эндом и так. Некоторое время назад ко мне обратилась одна девушка. Таких людей называют людьми с ограниченными возможностями. Не хочется говорить инвалид, потому что она не инвалид. Сейчас все поймете. Всю жизнь эта девушка посвятила спорту, занималась гимнастикой профессионально. К 20 годам добилась всего, о чем спортсмен может только мечтать. Наталья Мамлина эту девушку зовут. «В 8 лет я завоевала свою первую медаль по легкоатлетике. И дальше, год за годом, я развивала свои умения. Я смогла стать многократной чемпионкой России, стать мастером спорта, стать чемпионкой Европы и, наконец, чемпионкой мира». Однажды во время тренировки случилось страшное. Наталья серьезно повредила позвоночник и угодила в инвалидное кресло. Два года человек не мог ходить. Врачи разводили руками, а она встала, вот наперекор всему на свете. Встала и пошла, и не просто пошла. Девушка вернулась в спорт. Правда, в гимнастику дорога была закрыта, поэтому пошла в новый для себя вид спорта, в плавание. В 20-летнем возрасте это уже почти старость для спортсмена. Знаете, что случилось дальше? «Я смогла стать многократной чемпионкой России, выполнить мастер спорта международного класса, стать многократной призеркой Европы и, наконец, через 4 года, в 2016 году, я смогла отобраться на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро». В 2016-м Наталья выплыла на серебро Паралимпийских игр. Тогда, впрочем, мы уже были под санкциями, поэтому медаль девушке не дали. Но президент Путин пообещал всем паралимпийцам квартиры, и вот теперь лучше присядьте. Мамлину кинули с этой квартиры. Застройщик объявил себя банкротом. Деньги дольщиков растворились в неизвестном направлении. Ну, как обычно, в России Наталья снова не сдалась. Собственно, затем тогда ко мне и обратилась, мол, придай огласке мою историю. И не только ко мне девчонка стучалась во все двери, которые только нашла. И вот пару недель назад я получил от мамлиной письмо, в котором она сообщила, квартиру все-таки отстояла. Власти Саратовской области, откуда спортсменка родом, нашли какую-то другую квартиру и даже в новостройке. Нет, я ни в коем случае не пытаюсь примазаться к этой победе. То, что Наташа добилась своего целиком и полностью ее заслуга, я вам эту историю рассказал лишь для того, чтобы продемонстрировать. Не нужно сидеть сложа руки. Боритесь в сложных ситуациях, идите до конца. Терять-то, когда кажется, что выхода уже нет, все равно нечего. И, может быть, происходящее окажется не таким уж безысходным. Понятно, что плакать, жалеть себя, мысленно искать виноватого проще. Понятно, что все мы, россияне, те самые утопающие из небезызвестной поговорки, которые никому не нужны, кроме самих себя. Я привел в пример эту историю, чтобы она, возможно, послужила для кого-то толчком. Как-то так. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Там больше. Серии этого сериала в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова